Ну, там... Простая подстановка. Угу. Там, в общем, не то чтобы игра про какой-то суперсюжет, и текста в ней нет не потому что это какая-то концептуальная фича, хотя, наверное, стала в каком-то смысле ею, такая молчаливая игра. Хотя там они вроде что-то иногда говорят друг другу, но они облачком с картинкой. В общем, смысл в том, что когда эту игру каунтфандили на Kickstarter, в команде не подразумевался нарративный дизайнер. Вот, и чувак, который запланировал этот проект, он очень долго деньги копил, ну, как в Story of Standard Time или Winter Voices, только немножко другая. Он копил деньги, набрал команду, но вот нарративного дизайнера он не взял, поэтому как бы в игре нет текста практически. Ну и вот это и руны еще какие-то, которые разгадали, но их там совсем чуть-чуть в игре. Ну вот, ну, конечно, я не помню как они. Ну, мы их даже, наверное, не встретим, может быть, одну за весерану увидим. Не, он там потрогает немножко персонажей. Вроде бы... Не, персонажей трогать не надо. Необходимо, вроде... Ну, все, посмотрим. Ну, посмотрим, ладно, возможно, я что-то упускаю, вроде никого целую трогать не надо. Там, как бы, мир, ну, независимо от тебя же. То есть, максимум, это есть с продавцом поговорить, чтобы там апгрейдить на себя Dash. Это, собственно, единственный, там, апгрейд, который надо будет. Так, кажется, про это я и думал. А, ну, только-то это да. Так, больше не надо. Да и там, как бы, они ни к чему не ведут эти разговоры с людьми. Ну, там только, да, предысторию узнавать. Даллор. И то он, в основном, там подаётся не... не текстом, а... Картик. Да, через визуал. Там в облачках бывает. А, и хотелось ещё дополнить, что... Часто, на самом деле, уже выпадал гиперлайдрифтер, он наесся много был. Но тут стоит отметить, конечно, что нам, кажется, недостаёт раны на NG+. Дело в том, что, для тех, кто не играл и совсем не в курсе, в этой игре ран на NG+, он не, как бы, не делает вам жизнь проще. Как во многих играх чаще всего это бывает. А делает вам жизнь сложнее. Это, наверное, один из немногих таких случаев. Я не вспомню другой, наверное, даже. Но вы начинаете NG+, в этой игре, в новом костюме. Там их можно несколько в игре открыть. Я уже не помню, что можно делать. Но на NG+, вы начинаете с новым костюмом, и у вас всего два хп. Это, по сути... Некоторые атаки в игре снимают одно хп, некоторые два. Но боссы, большинство атак боссов снимают два хп. То есть на NG+, у вас, как бы, ванхит лайф. Вот, это такая... Ну, более хардкорно будет выглядеть. На NG просто очень много пространства для ошибки, потому что всегда можно восстановить здоровье. На картах обычно достаточно хилок валяются. И самое главное, что в этой игре можно не особо сильно терять время на восстановление хп, потому что можно хиляться во время дэша. Вот, даже в самом начале, когда у вас не супер длинный дэш. Тем временем мы перешли на основной экран игры. Маффин хочет потестить что-то. А, нет, ну, все-таки, да, он называет файл. И поехали, да. Понятно. Ну, он рассказывал, что это сложная игра. Немного механик. Рассказывал, что есть альтернативные персонажи, у которых там дэш побыстрее, оружие достает подальше, но проходит он на славу. Не знаю, почему он их называет альтернативными персонажами. Меня тоже удивило. Это скины просто. Ну, это одежда другая для него. Ну, насколько я понял в свое время, когда проходил. Ну, ладно. То есть, по сюжету тут, не знаю, Васла, можешь ли поделиться с нами? По сюжету, ну, это сложно, потому что игра такая открытая для интерпретации. Во многом, да. Но, в общем-то, существовала древняя цивилизация, которая нашла у тебя под землей розовые кристаллы. И они начали из них добывать энергию. И с помощью этой энергии создали идеальную клетку. И это имеется в виду, что кто-то вроде биологически создан биологической клетки, но созданная искусственно, которая как бы должна была народу этой земли подарить бессмертие. Как обычно бывает. В таких сюжетах охочешь бессмертия, а получаешь древнее разгневанное божество, которое пробуждает древних титанов и убивает всех. Именно так и произошло в этой игре, и поэтому задачей главного героя, собственно, Лайт Дрифтера, имени которого мы даже не знаем, мы видим только то, что он болен. И ему видятся вот эти чудовища, титаны кристалловые. Значит, его задачей является, собственно, уничтожение этого великого зла, которое мешает гармонии этого мира. И, по сути, нам нужно будет убить сначала трех боссов, каждый из которых даст какое-то оружие. Но мы тут поговорим подробнее. Оружие нам нужно только одно. На самом деле, два пистолета, дробовик. Мы винтовку брать не будем, она не используется никогда. И, в целом, это все. Потом нам надо будет войти в стадию... Ну, перейти на стадию, где будет небольшой такой босс-раш, что ли. Ну, там будет три мини-данжес со слабыми боссами, и потом встретить финальный босс. Нас спасает незнакомец, мы оказываемся в доме. Он нам дает что-то вроде голограммы какой-то, голозаписи, которые нам показывают, что здесь такие штуки, их нужно активировать. Вроде бы нам это понятно. Мы берем первый чекпоинт. Это обязательно, потому что это не просто чекпоинт, это еще и телепорт, на который мы будем возвращаться. Так как это не ни процент, здесь не будет серьезных скейпов с перемещением в ООБ, не будет также замечательного трюка с бумерангом на острове жапп. Я вам потом покажу, где он делает. Мы подойдем к этому моменту. Теперь мы потихонечку двигаемся к первому боссу. Ой, у него ничего не... Ладно, у Маффина плохо получилось то, что он хотел. Здесь можно сделать очень хороший дэш. Не убивая этого монстра в его атаке. Он как бы... Вообще в этой игре атака немного подталкивает, и у нас есть немного кадров для дополнительного дэша. Есть еще также небольшой рандом упадения усилителей. Такие желтые кубики, которые позволяют апгрейдить наши способности. Ну, они лежат в некоторых местах. Еще на картах, сундуках там. И, как вы видите, основной сложностью в этой игре, пока еще не так понятно это, наверное, является именно перемещение. Грамотное перемещение в этой игре – это залог победы. Эту игру можно спидранить только на ПК. Ну, более-менее удобно. Потому что нужно очень грамотно маневрировать мышью, чтобы показывать направление дэша. Там даже есть такая ачивка, что-то в духе называется «Начать делать бесконечный дэш». Немножко сложно это объяснить, как это работает. Это можно сделать только в специальной способности. Ну, здесь можно было поговорить с нашим товарищем. Мы как-будто идем по пятам этого человека, который нас спас, и нам стало плохо. Ну, он, кстати говоря, другой дрифтер. Чё он делает? Господи, Маффин, успокойся. Ты чуть не умер. Не, он сейчас бы умер, а он очень много времени к тебе. Я пока расскажу ещё немного про то, что происходит. Вот тот персонаж, который сначала спас протагониста, а потом он будет появляться на протяжении игры, тоже сражаясь с местными. Это другой дрифтер. Он прибыл сюда немного раньше, чем наш главный герой. И у него, в принципе, та же задача. Здесь... Ай! И он просто... Умер. Ну, хорошо, что он успел взять здесь сейфпоинт, когда открывал этот кристалл. Да, потому что если бы нет, он бы шёл с самого начала, из центра гора. А, марафонная удача. Да, нормально. Ну, здесь просто сложно убегать от этих собак, они непредсказуемы пара. Моя сердце? Да. Он специально не хилится, потому что наверху его ждёт чекпоинт, который ему установит хп, а он не хочет терять хилки. У нас всего их до трёх штук, может быть. Будет очень опасное место, и эти вороны-рэперы очень опасны. Они, вроде бы, кажутся очень медленно кастят, но нет. Здесь нам нужно взять ключик. Ой! Чё ты такой неаккуратный, мать им? Да, нужно взять ключик для секретной двери, он нам пригодится попозже. Когда мы... К... К... К лягушке. Хорошо. Хорошо. Бум. Так, вы заметили, что Баррикейд упал, после я закончил убивать их вверх. А, здесь, да, активируем их с табгрейдами. Там мы его используем. А, не, а зачем он здесь похилялся? А, окей, он боится, что его здесь убьют. Ну ладно. Что-то не верит в себя Маффин, да? Угу. Ну ладно, а, не, всё понял, он похилялся, потому что сейчас всё равно арена будет здесь ещё очень легко умереть. Здесь два толстых их врага будет. Сначала этот. Ну, у них не очень опасные атаки. А, а потом волна мелких, да. Да. И он как-то не очень не уверен убивает их вверх, если честно. Ну ладно. Ну ладно. Самое главное, что он, у него не всегда удачно получается использовать двойную атаку. Всю красоту двойной атаки вы увидите попозже. Он сейчас её не особо использует, потому что с пистолетом её сложнее провести. Возьми. Да, мы здесь активировали checkpoint, идём ещё открыть один кристалл. Кристаллы нужно открывать, чтобы открыть дорогу у босса, иначе нельзя пройти. А тут структура такая. Можно выходить из хаб-локации в начале четырёх направлений, там верхний и слева-права. И в каждой надо активировать кристалл, чтобы потом в хаб-локации открылся лифт, ведущий в древние руины. Да. Откуда, собственно говоря, и было пробуждено божество, которое привело к проклятию. Ну, собственно, здесь достаточно много секретных комнат, которые вообще не очевидны со своим положением. Там хранятся дополнительные апгрейды чаще всего или, наоборот, кристаллы, кстати. Вот, поэтому поплутать тут порой можно. Кстати, удивительно, что он получил урон. Так, у него пока восемь бицов, ему нужно ещё четыре, по-моему. Да. 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 Вот достаточно... Вот этот любопытный момент. В этой игре... На этом основаны, кстати, кличи во многом на инипроцент. Во время анимации какой-либо поднятия, например, кристалла, вот какой-то долгой, например, можно открыть карту и телепортироваться. Это позволяет засейвить кучу времени. Это не очень сложно делается, на самом деле. Гораздо сложнее делаются выходы в ООБ с помощью этого ключа. Но, тем не менее, это очень полезно, что это быстряет прохождение. Вот. Теперь мы переходим в локацию, которая приведёт нас к первому боссу. Я хочу ответить на несколько вопросов из чата. Спрашивали, во-первых, похожа ли игра на транзистор. Совсем нет. Очень сильно не похожа на транзистор, кстати, если транс будет завтра. Мы будем комментировать его, да. Да. А касательно того, генерируются или локации рандомно, нет. Они заранее сделаны, всегда одинаковые. Это не рогалика. Я даже более того скажу, здесь паттерны поведения босса всегда одинаковые. Это не как Dark Souls, где они зависят от твоего там местоположения по отношению к боссу или ещё что-то. Здесь паттерны поведения босса примерно всегда одинаковые. Более того, тайминг их атак одинаковый. Ну, то есть, это... Эта игра легко учится, но она всё равно сложная. Лицо оторвать тут могут и так. Я вот говорил про NG+, наверное, боюсь, что... Хорошо, что Маффин не взял NG+, он хватает урон просто направо и налево. Ему сейчас надо будет хильнуться, кстати. Надо перезагрузиться, чтобы скипнуть катсцены. Не все катсцены так можно скипнуть. Из-за ставки. Да, да, будет громкая катсцена, мне кажется, об этом афина. Пока мы немножко медленно выглядим. Вот сейчас, когда мы убьём этого босса и вернёмся в гору, и вы увидите настоящую скорость гиперлайдрифта. Филиали, забрали птичку. О, господи. Маффин признался, что только вчера начал готовить этот ран. До этого у него Верта уже как год висит. И он, типа, попросил, чтобы не мешали ему, чтобы он мог посредоточиться и не проиграть. Ну, хорошо, идёт, молодец. У него получается и дабл атаку делать. Да, наверное, стоит рассказать, пока вы смотрите на этот великолепный файт. Он всего один раз получил урон. Два он получил. Три получил. Ну, давай, жри. Накаркал. Да, похоже. Тут как раз ворон. Не, нормально. Отлично, отлично. Молодец, можете поклапать. Действительно, самый сложный файт в этой игре. Самый первый. Как ни странно. Но, действительно, самый первый самый сложный. Потому что мы ещё не уперкрутые мужики. Вот. Как делается дабл шот в этой игре? В этой игре можно одновременно выстрелить из пистолета и ударить мячом. Патроны в этой игре восстанавливаются? Не надо! Зачем? Не поднимай. Чем ты поднял её? Зачем он её поднял? Это не надо делать. Чат, не учитесь. Будете ранить, не делайте. Так, не надо поднимать снайперку, она не нужна в этой игре. Это он по глупости создает. Ааа... Не знаю. Ну, может быть, он... Ну, просто показать решил, что там оружие. Ааа... Значит... Ну, вот пока говорят из дивана, что... Эээ... Всегда раньше считали, что снайперскую винтовку подбирать смысла нет, но... Ооо! Как где-то нашёл пару мест, где она может сэкономить время, в принципе, отбивает затраты по времени, которые тратятся на её подбирание. Вот здесь, кстати, покращали длинный дэш, точнее, бесконечный дэш. Вот слева сверху вы можете видеть полоску силы дэша. Дело в том, что если вы дэшитесь с правильной... как бы... в правильном тайминге и на правильное расстояние, вы можете дэшиться бесконечно. Ну, в стэдране это невозможно сделать, но технически это можно сделать в комплексе. Ээээ... и... То, о чём я говорил, это старая острота. Её действительно никто раньше не поднимал, эту винтовку. И нужно понимать, что... то, что он нашёл что-то новое, это здорово. И мы тем временем переходим на уровень с опасными лягушками. Эээ... Когда я учил этот ран, например, в своё время, таких, конечно, штук не было, всё было попроще. Но это здорово. Эээ... да, как делается двойная атака в этой игре ещё? Надо рассказать всё-таки. В общем, вы не просто атакуете мечом и стреляете. Но у вас получается, что срабатывает двойная атака ещё при смене оружия. То есть, вы должны атаковать мечом, стрелять и менять оружие. Всё это позволяет сократить время перезарядки, например, дробовика, который мы сейчас заберём после убийства босса в этой локации, до минимума. И мы можем, то есть, стрелять и бить мечом бесконечно. Немного сложно, но это понятно, если попробовать самому. Это не так сложно, как, например, какие-нибудь квикшоты в Silent Hill 3 или... Ну, наверное, на уровне, кстати. Здесь мы не берём, кстати, сейфпоинт. Эээ... я здесь сижу для того, чтобы... Во-первых, я слушаю маффина, я слушаю то, что говорят с дивана. Если там всплывает что-то интересное, я врываюсь и доставляю это вам. Кирли просто лучше знает игру сам по себе, она её... Да, потому что ранит. Да, я её ранил. Опять же, не очень удачно, поэтому ранов вы моих не найдёте, но... Но... Был время, я на неё много потратил. Бросил в своё время из-за сложных гличей, которые сейчас исчезли, кстати. Из рана, поэтому, может быть, даже стоит вернуться. Попробовать. Эээ... Например, вот как тот бэш от бумеранга, который мне просто все мозги выедал. А он обязательно надо было делать то, что он сейфит кучу времени. Но сейчас его не делают. Потому что это другая категория. Эээ... И... Здесь просто можно проскипать врагов, достать кристалл, активировать стеночку, спуститься вниз, убивать всех не обязательно. У Маффин... Стоит подчеркнуть, что Маффин очень хорошо двигается. То есть, таким можно только похвастаться. Ну, серьёзно. Если человек говорит, что он только вчера начал готовить игру после долгого перерыва, и он до сих пор вот так красиво дэшит в ней, почти не вырезаясь во врагов. Чтобы вы понимали, если в этой игре вы сильно разгоняетесь... Но, смейте, кстати, он делает это чуть-чуть медленнее. Здесь просто есть разная ритмика дэша. Его можно делать очень быстро, а можно как бы размеренно. Вот Маффин делает его размеренно. В спидране на Тирпейсе он делает это быстро и очень красиво. Прям, у него прям очень топовый мум. Потому что, если здесь вы сильно разгоняетесь, короче, в конце концов, дрифтер просто остановится и застрянет как бы... Ну, тормозит будет долго, да, вот как... Либо он вот что-то врежется. Ну, типа, всё равно плохая анимация, почему время не теряется. Открываем дверь, пока дверь открывается, поднимаем кристалл. Здесь ещё один кристалл. Сейчас, кстати говоря, вот... Буквально... Был тот момент, когда Маффин использовал винтовку для того, чтобы с одной позиции разнести врагов, которые мешали убить Тидорина. Вот эти... Да, быстрее было. Угу. Он задевал сейчас огнемёты. Это было специально. Это не потому что он играть не умеет, потому что ему пофигу на цикл, он хочет просто быстрее пройти. Вот сейчас он сдохнет, кстати. Ха-хххх. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха... Ну, бывает... Не, а я как бы вижу, что он умрёт, он не может быть в этой ситуации живым, его зажали, друг. босс жаба самый легкий в игре придем уже осталось я вам сразу объясню что фишка дело в том что даже казуально можете об этом узнать его надо уметь достаточно быстро убивать чтобы он был настолько простым как вы увидите но тем не менее дело в том что у босса жабы слева сверху есть позиция читплейс которого он вас никогда не достанет и он там убивается здесь тоже вот в этой конкретно вот этом подземелье тоже раньше был дэмэдж густ от проджектайла противника такой мерзкий вообще ну смотрите да действительно улезает снайпер чтобы быстро убивать противник нормально да ему там с ренга немного не повезло как говорит учитывая то что тут ренга такое условно просто не попал первым стрелом вот здесь вот в этом месте позволяет пробивать несколько противников убил двух противников за один выстрел отлично хорошо задолжил сурикен вот короче дальше вот поэтому уровне сейчас мы перейдем обратно на платформы и там будет такой лагерь спереди виднется вот вот примерно на такой же зоне значит припрыгивают обезьяны вот эти лягушки не знают лягухи да это лягухи вот сейчас открывается платформа мы переходим туда здесь до этого раньше можно было прыгнуть через глич от того что когда короче лайт дрифтер не может получить два урона одновременно поэтому когда он получает урон от сурикена он не падает в воду и у него есть время дэш ну и как бы вот поспаетесь мы просто напинываем мы делаем это к слушаю без смены оружия делаем потому что это не работает снайперской винтовкой двойной выстрел работает нормально только с пистолетом и дробовиков и мы сейчас поднимем дробовик хотя и знаете я никогда не пробовал делать и делаем сразу же телепорт на базу сожалению карту нельзя оттянуть на себя чтобы это было быстрее выходит двигаться долго вот так зато сразу сейчас окажем с центром города у мафина действительно необычный смех но я бы не называл его так как его он скорее истеричный мне кажется я не буду каких-то предположений строить идем к следующему боссу к боссу самураю сам вот с этого момента любой как бы одиночный враг для нас это не проблема кстати он красиво сейчас двигнулся у него слишком сильно кончилось но хорошо что он как-то телепорт заходит полосы остановится лично еще один кристалл включ идем обратно вниз это уже третий кристалл да это? нет это пиарбы в этой локации ну тут простая зона на самом деле я не знаю тут 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 даже двигаться просто здесь я молочу я не знаю что тут можно особо говорить ну немножко запутанный лес да еще тут много секретов кстати потому что тут есть непонятные места деревья перекрываются бы много да ну не знаю а я сказал да что патроны восстанавливаются атакой мечом причем атакой мечом не обязательно противника или противника или например цветочек не важно главное чтобы меч во что-нибудь резался да здесь вообще-то по идее арена но там из нее можно выйти там есть узенькое место которое можно пройти кстати меч главного героя это световой меч сделан из твердого света отцову как старт треку старт треку все верно а ну да наверное еще тут можно добавить что тут немного своеобразные хитбоксы вот этих шипов в земле но по сути они вранье там всего лишь один раз через них прыгнут но мы в них можно вот здесь важно понимать насколько далеко прыгает дрифтер потому что вот особенно на том моменте где он разбил первые кристаллы если вы их разбили и не двинулись чуть вперед он как бы вниз упадет у маффи на руки хорошо помнят ну вот он какие-то пыли в какие-то простые прыжки ооо да случайный паук прыгнул да это тоже хитрый момент там не очевидно что там ничего нет хех а еще и эти кристаллы вот они как раз не дают заряды для огнестрела ну да все остальное дает ну хороший спидрайнер игры не может вспомнить сколько нужно ударов чтобы восстановить два зарядного трубовика а это не важно я же говорил самое важное то что на самом деле если постоянно бьете и стреляете этого как бы достаточно чтобы воспроизводилась короче если ты постоянно бьешь ты можешь постоянно стрелять из трубовика переключить на пистолет да это нормально работа не я по крайней мере могу ручаться за то что кирлиб ранил эту игру я сам видел ее и бастион песня но они обожди проект но На Хаунтинграунд я тоже ранил, у меня тоже нет одного рана, ну и что, ну господи Вы так говорите, как будто я просто не показал хорошего результата, которым ехать Более того, у меня есть раны игр, которые я сам удалял, сносился и тупо Так говорите, как будто это обязательно Что он делает? Извините, что я отвлёкся на себя, я не такой важный человек Чё он делает? Почему он убивает тебя? А, всё понятно, короче, руки немного забыли В общем, смысл в том, что здесь достаточно сложный момент с таймингом Здесь нужно знать, в каком направлении сразу дэшить Ну вот, это нужно очень на пальцах объяснять, так просто не Ну, в общем, он всё сделал правильно, третьего раза только Он каждый раз делает какую-то дурость Потому что у него к дэш прерывался, то ли у него кнопка заедает на клавиату или чё Я так и не понял, но он сам не понял, что происходит Он нажимает, как бы, и у него не работает Либо у него кнопка с кнопкой проблема, либо он просто врезается куда-то Ну, вроде, не врезался А вот это плохо было, кстати Ну, вот это он врезался в противника Ну, там получилось довольно удачно, его могли застунлочить и запинать до смерти Если я делаю это правильно, вместо того, что он врезался в тюрьму, то он врезался в тюрьму И он врезался в тюрьму, чтобы начать снять людей И с этим шутом я буду пробовать, чтобы он сперва И с этим шутом я буду сперва Но на самом деле, это очень неплохо Такие вещи, подобного толка, которые требуют точных движений Они очень сильно зависят от мышечной памяти И чем дольше ты не трогаешь игру, не пытаешься поспедраницать, тем хуже ты начинаешь мне двигаться Ой, вот это очень плохо Он, как мы говорили, не играл в игру почти год Ну, да, не, нормально Ну, то и не повезло просто Он дал заспамни слишком много врагов, надо быстрее убивать Не, вот сейчас он все хорошо идет Так, 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 отлично Отлично Вот мне кажется, из-за того, что они у нас снайперку тоже меняют нормально Мне кажется, тот факт, что у него есть снайперка в руке Мешает ему нормально делать дабл выстрел, меняя только пистолет и дробовик Мне кажется, в этом есть какая-то проблема Потому что это, типа, выглядит как-то странно сейчас Мне кажется, он сам себя передумал, найдя какие-то новые стратки по убийству врагов Ну, ему виднее Да, это было хорошо Я имею в виду, если вы хотите увидеть какие-то очень чистые боссы Нет, там просто, если вы недостаточно урона в определенных стадиях битвы наносите Он успевает спамнить противников, которые очень сильно мешают Или посмотрите мой пб там, который 33-47, я думаю Это хорошо, это довольно хорошо Маффит говорит, что вы ловит теньки, когда трава была зеленее, он спитранил получше И вообще, идите посмотрите на спитранком и его пб У него 3 минуты Но пока это не минус коленки, точно Так, идем в последнюю локацию Где будет 3 мини-данжен Там 3 мини-босса И финальный Там, по-моему, маг, стрелок Ну, наверное, одна из самых опасных, ну не удивительно, собственно, финальная локация В игре, где враги становится их много, они сильные Ну, кстати, отлично, он здесь должен ровно один удар путь Самое главное, чтобы его тут не окружились с той стороны, в которой мы делать дэш Ну, вот здесь снайпер снова юз Ну и чё, он плохо, да? Я еще поправку, если я не прав, но структура этой игры позволяет вот в эту локацию прийти первой И ты вообще любую локацию посетить в любом порядке Да Ну как, ты не зайдешь конкретно в эти данжи, но прийти сюда можно Типа там не сразу все открывается Ну, то есть в любую можно прийти сначала Но можно, например, пойти сначала убить Смурая или Жабу Но мы делаем это в удобном для нас порядке Почему мы идем сначала убивать ворону? Потому что там легче всего собрать апгрейды Здесь нам важнее всего сначала получить самый быстрый мувмен Поэтому мы идем наверх, там проще всего собрать апгрейд для этого Вот Когда этот босс убивается в один цикл И вот он уже довел это до той стадии, где он умрет точно Потому что он не знает, как с ним драться на самом деле Это нормально Потому что этот босс убивается в один цикл Он убивается до того, как эти его врагины Эти вот летающие штуки начинают стрелять Не, это точно проблема из-за того, что у него третье оружие Мне кажется, он, знаешь, он в тайминг не попадает Стреляет Чтобы вы понимали, вы видите, где заспамнился враг в самом начале Вот там, где типа ложный кристалл Вот он там и должен умереть Ну, это в идеале И причем, макинг умеет это, ну, видимо, подзабыл Ну, тут да, тут или проблема с пальцами, да, с мышечной памятью Либо у него какие-то проблемы с обводом С устройством обвода Потому что, по идее, он там из винтовки стрелять не должен Но периодически я вижу, что у него оказывается винтовка Он там крутит оружие через нее Вместо выстрела из дробовика, у него получается выстрел из винтовки И после него у него анимация подольше И он упускается в момент Упускается в курсе переключения Ударов к мечу На этом Катич не кончается его Квикю Видите, я же не сумасшедший вас вон дружил на это братья Так Опасный уровень Для кучи невидимых панелек С вами не ся Я забыл, кстати, как А можно ли их просто увидеть в игре? Просто, по-моему, как-то можно Если даже не знали Ну ладно Уже не помню, как это в фазуальном варе Уже не помню, как это в фазуальном варе В этой игре, когда вы получаете сконечный дэш Постоянно есть соблазн пожадничать и двигаться быстрее Здесь сложный скип На экран, который нам не видим Ну, не такой слой Сейчас там просто крышка Красиво получилось все равно О, боже Отлично, за доджу обезьянок О-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, они его щас наколбасят 1 чп и теперь я сделал это на сейфах да, сейчас все отлично да теперь мы справляемся на среду ну то есть это чхпоин сам по себе он мог бы еще одну хилку подобрать там за углом ноги пришел на мужика пройти наказать не, может быть он реально толстит спеляется в двери здесь будет очень сложный секвенс брейк ну конкретно этого платформера уровня здесь опасные враги прогуны там есть момент, где можно запрыгнуть на стеночку невидимых не такой сложный, надо просто знать, что он там есть и еще один босс босс-сучник не опасный босс я вижу, что он медленнее его бывает ну отлично, отлично он не успел дать свою ультимативную способность как говорится, спасибо, что без смертей хотя бы они должны идти это замечательно вау мою борьбу и мой арчер-фай были очень хороши я очень рады эти два тяжелых босса окей, так что мы сделали это раун будет раффить очень быстро поднимаем мемориал у финального босса три фазы если мы будем правильно у него стрелять мы скипнем все боюсь сетапом настоящим маффином мы не скипнем все фазы и не получается быстро на седьмого урона это видно ну ладно а, я не понял, все нормально а, рыскал совсем сейчас возвращаемся на центр этой локации мы начинаем активировать модуль устанавливать патроны а потом открываем маффин и начнем телепортировать твое время осталось до конца эстемейта всего две с половиной минуты чё, чё, чё! вот возвращаемся на центр хаба и оказывается главный боссов под хаба да, его там заперли и таким образом ограничили его силу ну, если он умрет сейчас хотя бы раз то это минус сейчас если нет, то это хорошо за две минуты вполне реально убить может быть ульпин как бы это будет не конец тайминга, но убить он хватит потому что там еще надо идти немножко к ценам и отказаться теперь, сейчас будет арена да, тут важно грамотно додешить с позиции, где у нас приступ случается и мы, да, на максималочке очень красиво затормозил видаль, он не врезался в эту стену он затормозил вот в неё это грамотно ну, босс очень большой, в него сложно промахнуться здесь главное важно держать перед ним дистанцию и просто наносить много урона ну, просто ничего не скажут он уже сейчас уйдет отлично и все ну, технически он прошел игру то есть, дальше там ерунда в около 50 секунд да, дальше все начинает рушиться по классике да, это но это будет все-таки не сахар у нас и обидооби спасибо вам большое спасибо вам за такой краткой приступив на мою каучу и помогать с комментарием я не смогу это сделать без вас так спасибо а теперь надо ему дойти до выхода ну, 37 минут все технически он прошел ватсап то есть, дальше от него уже ничего не зависит мы просто нужно идти вниз то есть, как бы уже не то чтобы гипплей не, ну, знаешь, правила-то придумываем не мы ну, да, да бедра заканчивается, когда игрок теряет управление а тут управление у него еще есть а чего он так? ну, заплакал что ли? а юллайк, маффин, хороший ранж ты чё? маффин, чё? чашечки оплакивает маффин, ты же врагом ты же тебя не будешь убивать, ты чё? мы ропли хаш Hack спасибо хорошая игра дрожись братко, потеря чашечек это не конец жизни ха-ха, да растрогался вот это был на том и конец мы вернемся наверно вам попозже вот когда уже в ночи после блока мегамэнов там сейчас вас ждет майнкрафт и значит ребят которые сейчас придут я помню там пускать хотел что-то и агман не знаю будет ли агман будет потому что агман лучше всех разбирается в майнкрафте махина стол так жалко растрогался парниша я даже не понял за чего то есть на хайпе может из-за что вышел а ну 15 секунд люди на марафоне выходили за 15 минут по моему уже нет да всякое бывало да и маффин помните ран мафина пвк 3 где он там вообще или не это не бог не бог 4 по герой нет я вот всегда когда дело касается игры расти мэйтов вспоминаю ран по это за ганджон который был в прошлом году где как же там было то сучу а короче проходит проходит игру доходит почти до самого конца на последнем уровне умирает не дойдя до босса так сказать тоже главный любитель вся россия берегите свои кубики и близких сейчас вы увидите майнкрафт с рандомным сидом то есть раннер не будет знать где что находится и мы будем проходить без использования плечей самый-самый дефолт на майнкрафт выспользованы только техники возможности будет не самый дефолтный потому что в комьюнити майнкрафт принято использовать модифицированную специальную версию которой присутствует собственный таймер и как-то они ускорили загрузку еще видео игра запускается быстрее но я думаю они не будут потому что ближе нету и ключей как-то же аркере и ору энд мангар hello sgdq 2019 а им кизрон и а им